Разнообразные проекты, наработки, изобретения, замыслы. Все, что придумали сами дети, школьники, студенты, а взрослые помогли правильно оформить и отправить работы на конкурс. В финал вышло 53 школьника и 30 студентов. У нас Олимпиада учреждена городским обществом изобретателей и рационализаторов. Детки, которые принимают участие в этой Олимпиаде, с самого маленького возраста, от 5 лет. То есть даже садиковские группы есть у нас. И заканчиваются студентами, серьезными работами студентов. Одной из таких работ считается разработка студента Сочинского госуниверситета Ивана Серебренникова. Часть проекта крыши здания получила патент. На этой схеме как раз таки представлен план и разрез и трехмерная модель этой конструкции, на которой видно, что конструкция состоит из непрерывного ходового настила, двигаясь по которому обслуживающий персонал имеет доступ ко всем элементам оборудования здания. А вот и проекты детские, разработанные под руководством наставников, педагогов станции юных техников. Резиномоторная модель с щелевым крылом. Она сделана вся из бальза, все крылья бальзовые. Фюзеляж карбон. Проработка моделей велась на пару месяцев. То есть подбирали материалы, подбирали все размеры. И изготовление заняло где-то у ребенка, естественно, не без моей помощи, где-то около полугода. Олимпиада для одаренных, увлеченных ребят проводится уже третий раз. Она интересна тем, что дает возможность школьникам и студентам вместе с экспертами в АИР делать первые шаги в науку. А главное не бояться, что эти идеи кто-то украдет. Как защищать патентам свои разработки здесь учат со школьной скамьи.